здравствуйте друзья вопросик у нас здравствуйте михаил смотрел тут видео иммигранта как он учился на дальнобойщиков сакрамен в его камеру на их учебные площадки мимоходом попал американец который с улыбкой до ушей весь такой добрый добрый говорит факт нрашен автор никак не среагировал продолжает снимать дальше остальных него лопочет что-то себе поднос на русском я сразу вспомнил как наталья квик рассказывала что первый приехавший к ней в россию жених тоже любил сидя за столом с улыбкой говорить в лицо собеседнику kiss my ass дальше вспомнился джек восьмеркин американец как его пацана потерявшегося в штатах беспризорники учили говорить по-английски ему называли что-то неправильно и угорали со смеху глядя на то как он старательно за ним повторяет расскажите пожалуйста а вам приходилось сталкиваться с такой фигней фига и в кармане насколько характерно это явление как таким выходкам следует относиться но как интересно ну поговорим первая мысль которая у меня возникает состоит в том что существенно что блогер обучался на водителя там этого трака дальнобойщиков я вас уверяю что если бы он учился на phd по микробиологии ничего такого бы ему в камеру не попал таким образом существенно как бы на какой социальной лестнице там на какой ступеньке этой социальной лестнице он находится когда вы говорите про джека восьмерки на американца вы же сказали что это были беспризорники то есть люди ну как бы не то чтобы там из физмат школы пойти там элитарный ну хотя и физмат школе разные бывают конечно же дети но но все-таки значит наталья квик рассказывала про некультурного дядьку который приехал к ней женихаться в рыбинск я я смотрел это видео она очень смешно и вот но он какой-то был весь ужасно некультурный и наташу поверг вообще в жуткое такое состояние своей некультурность воду какой-то такой некультурный американец не манерные совсем если мягко сказать ну бывают всякие люди не манерные да он был такой self-employed он в карты играл по моему казино и вот с этого жил то есть такой очень специфический был мужчиной можете представить его круг общения такой полукриминальный в целом поэтому вот вот собственно и весь ответ то есть люди которые мало это сказать культивированные вот они соответственно не несут на себе отпечатка вот этого когда человек но следит за своей речью старается но как бы не сказать ничего такого что может задеть окружающих и кроме того это определенный же юмор вот он говорит там факин рашин он же ему открыто в лицо говорит он же с улыбкой это говорит это просто у него уровень культур такой но он же по-доброму вот поэтому просто выражается вы посмотрите на людей которые вокруг вас там где вы находитесь я как-то знаете рассказывал уже вот я был там в 2003 году был москве и возле метро парк культуры я там выходил и прохладно было ноябрь пришла стайка девчушек ну лет 13 ну но не но не больше 14 вот таким подростки дать от 10 12 вот и такой мат перемат стоял а такие хорошенькие девчонки и такие симпатюльки и так они одеты были замечательно и глазки горят они просто разговаривали они не ругались они просто разговаривали понимаете такой мат перемат что вот советское время представить себе что девочки могли бы так разговаривать это даже не мысль в публичном месте на улице москве я я не представляю поэтому ночью но не так говорят ну поэтому они на и шутят так и в общем чё тут разве нас можно этим удивить тирай разве мы из такого места где это редкость вот такое да нет в общем то это как бы я сказал что и в наше время было сплошь и рядом и вот это вот вот эта шуточка когда тебя учат говорить чему неправильному значит вот она тоже присутствует я помню одного тоже но блогером не назовешь но вот некий человек там видео вешал как он в америку приехал я не знаю что он тут делал work and travel или там нелегалом был и вот тоже значит обучал американцев там гадости всякие говорить по-русски они смысла не понимают там и какую-то ерунду говорят там матерную вот а он потешается боже как он потешается значит разница между дебилами в разных странах на самом деле состоит в том что у них разный уровень агрессивность то есть дебила есть абсолютно всюду и как бы люди находящиеся на одном уровне культуры есть абсолютно всюду конечно могут быть пропорции разные там то есть но но в общем то но вопрос там или он злой или он добрый он может быть просто глупый такой или там скажем ну неокультуренный и вот позволяющийся такую ерунду но при этом ужасно добрый он он как бы если он при этом если он узнает что он кого-то обидел он будет переживать потенциально ничего такого не хотел и можно то же самое сказать но совершенно другим настроением намерением чувством и так далее будет вот так чего мы все привыкли как я не знаю что поэтому я думаю так если ты общаешься в какой-то среде значит ты принимаешь эту среду вы это смотрите со стороны и видите как же это они там тоже выйдет они там если бы вы тоже были там вы бы тоже принимали вот это общение в том контексте в котором она происходит в том контексте в котором она происходит там ничего плохого не произошло ничего обидного не произошло никто никого не пытался не обидеть не задеть там ничего просто люди вот так общаются вот такие вот такие они да Ну что делать Вот есть пропоручика Ржевского Анекдот Гусары там сидят и тоскуют Один говорит господа Не наделать ли нам на рояль Другой говорит не поймут Азиаты Вот такой Уровень культуры Культурные люди говорят азиаты Их не поймут Они вот там если на рояль нагадят Могут не понять Поэтому я бы не брал в голову Я бы не брал в голову В конечном счете вы же сами определяете В каком кругу вы общаетесь Если судьба так сложилась Что вы хотите быть трак драйвером И как бы вы Ну хотите Ну так вы принимаете То что есть И так как оно есть Я вас уверяю ничего плохого там нет И ничего плохого эти люди не хотели сказать И вы будете шутить точно так же как они Думаете вы будете шутить как Профессор математики Нет Вот Иначе вас просто не поймут То есть вы как бы будете на том же самом языке С ними общаться нормально В том смысле В каком людям нормально Чего мы с вами со стороны будем смотреть и говорить А чего это они вот там что-то такое сказали Да ничего не сказали Общаются люди Так посмотрел там Зафиксировал у себя в сознании Не без того чтобы какой-то джаджмент делать Умозаключения какие-то суждения Там осуждение Зафиксировал Ага Ну и пошел дальше То есть я бы абсолютно не Абсолютно не обращал на это внимание В целом общество очень Я не то что доброе Так как-то слово доброе может быть не подходит Но терпимое очень Очень терпимое Очень толерантное И нет такого чтобы кого-то обижать Понимаете люди не хотят никого обижать Абсолютно даже в голову не приходит То есть если он вдруг даже кого-то обидел Он не имел ввиду никого обидеть Он ну просто вот Они даже знаете вот доходят до того что Вот если он хочет у вас там вытащить радио из машины Так он вам не будет лобовое стекло бить А он вам сбоку разовьет самое дешевенькое Протенькое Просто чтобы радио взять с минимальным ущербом Для автомобиля Вот до такого Понимаете Поэтому Ну не злое Не злое такое общество Вот А дальше все от вас зависит Вот общайтесь с теми С кем хотите общаться И все И никто вас не заставит Общаться с какими-то людьми Которые вам не симпатичны В силу тех или иных причин Я бы так сказал Счастливо